Как вы боролись тут со стихией? Был ли тут такой же коллапс, как во всей России и Москве со снегом? Дмитрий Ильич, вы такие вопросы задаете, как будто вы не житель совхоза. На самом деле все, без исключения жители совхоза, даже те, которые не имеют машин, видели, как доблестные работники совхоза, трактористы, руководители, как ручники так называемые, то есть люди, которые занимаются ручным трудом, как управляющая компания наша, которая прекрасно работала в этих тяжелых условиях, как все мы справились, и, кстати, как жители, как жители выходили и тоже помогали работникам ЖКХ, как мы совместно справились с этой бедой. Не то чтобы она при этом такая беда, ничего особенного не произошло, и я считаю, что этот снегопад не самый страшный, который, я, например, я всю жизнь живу в совхозе, и мы видели снегопады и покруче. Поэтому успешно, я считаю, потому что три смены, трактористы работали, никто не отлынивал, не говорил, что я устал, работают столько, сколько нужно, и продолжают, кстати, работать, потому что я вот сегодня с Ларисой Анатольевной Гавшиной разговаривал, это только первый этап. Нам нужно срочно, ну не срочно, но вывести до потепления снег, большую часть, потому что если оставить то, как есть, то потоп неизбежен, и никакая ливневка с таким объемом, если особенно будет интенсивное таяние, никакая ливневка не справится с таким объемом снега, ну или воды. Поэтому это только начало, мы будем этим заниматься. Мы там сегодня обсуждали, что мы просим граждан, когда будет объявление, убирать машины по возможности, переставлять их. Еще раз, у нас есть стоянки пустые, которые позволяют поставить машины, ну хотя бы на один день куда-то в другое место, или уехать, и многие же работают. Поэтому мы будем этим заниматься, и до конца месяца мы должны больший объем снега вывести, хотя и сейчас, в общем-то, все нормально. Я считаю, что если сравнить ситуацию в совхозе, ситуации, которая находится на развилке, в Видном, или иногда даже в Москве, я вот два дня ездил по Москве, выходные, то мы находимся в более лучшем положении. Но это связано еще и с тем, что, видите, у нас такое количество тракторов. Всегда зимой трактористы, ну или там сельхозпредприятия, колхозы, совхозы помогали муниципальной власти, сельским советам с решением этой проблемы. А сейчас у нас до того дошло, что в развилке там эти великие управленцы довели до такого состояния, что молоковоз не смог проехать. Знаете, он пришлось ночью молоко вывозить, потому что дорогу вообще никто не чистил. А там, где, может быть, еще и как-то сами почистили, в результате фура ни одна не может подняться, все буксует, все стоит. А эти только отчитываются, что они чуткая власть, и у них все хорошо. Они в рейтинге, они сами себе рейтинги составляют, в рейтинге они, как они говорят, в зеленой зоне. Когда там зеленая зона, вот они должны выйти на остановку около, ну на развилке, например, или там, что там происходит в Римском квартале, в пригороде лесное, и узнать, что о них думает население. Но они не хотят узнавать, они хотят сами себя хвалить и восхищаться сами собой. У нас же все более-менее нормально, я считаю, что все будет хорошо и дальше. Продолжение следует...